Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, видим, очередной быстрый выход на открытую намечается у DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Верхниз 2-2-1 зелень Вот такой вот раунд будут исполнять игроки команды DimaTorzok DimaTorzok И шанс для критжея прострелом забирает ему Село Непонятно, каким образом прострелил СВП не в голову и убил ему Село Как так? Ситуация равная 4 в 4, не спешат выходить игроки команды DimaTorzok DimaTorzok На какой-либо сплент-офф, глейб и пимп Под шифтом с бомбой будут выходить из десятки Что происходит? Криджей! Ну, вот за такие вот ошибки моментально наказывают снайпер команды MoSports с АВП забирает Глэйва Уже в преимуществе находится Датчане Криджей Второй минус с АВП забирает Айзи Ну, и как же Рауз вместе с Пимпом разыграет этот непростой раунд для своей команды? Пимп устанавливает бомбу Криджей, все это дело должен... Это не Криджей! Это бомбой Криджей! В итоге ситуация один в один Тизиан против Рауза Смотрим Ну, и Тизиан выигрывает эту перестрелку Должен забирать АВП Крис Джея Депузить бомбу Ну, и брать третий раунд для своей команды Непростой раунд получился для команды MoSport Смотрим У 3D Max С деньгами все просто шикарно А вот у MoSport первые проблемки Ну, вот Тизиан дропает АВП, покупает Кольт И смотрим на арсенал девайсов команды Маус Два Фомаса Или все-таки нет? Один Фомас, два Кольта Нет, два Фомаса, два Кольта и одно АВП в руках все того же Криджея Итак, что будет у нас происходить здесь интересного? Опять-таки же Такой же раунд задумали 3D Max 2-2-1 Ну, вот Айзи почему-то решил пойти на закрытую Прочекать, не поджимает ли кто-либо из игроков команды Маус Но пока все спокойно Будет слоу-выход, что делает Криджея На закрытой С ВП Тем временем Раскидка на закрытый план Траус и Айзи должны выходить А вот Нет Траус наверх-вниз спускается И да, это будет выход на открытую 3D Max И будут четвером зажимать Троих игроков команды Маус на Открытая легия Под флешку Забирает МСЛ Глэйв Минус Апп Айзи забирает каш скинга в пленте Ну и преимущество одного игрока у команды 3D Max Должны поставить бомбу Забирает еще легию на зелье Криджея и Тизиан Вдвоем против четверых Ой, как непросто придется В этом раунде Бомба ставится Хотя Раскидка Почему-то передумал И Криджея Дабл СВП Забирает бимпа и простреливает еще и Раскидка Два Кива Одной пули И два в голову Тизиан Один против двоих Ну что же Криджея Сделл Максимум Тизиан так же старается Забирает Айзи Бомба по-прежнему не стоит 17 секунд до конца В дыму Засел Гвейб И находит там Тизиана 3-3 Боже, что происходит Два раунда подряд Ситуация один в один И разные команды Выиграют эти раунды Моуспорт взяли первый 3D Max Ответили тем же 3-3 Вот так заруба В первой половине На карте Трейн Напомню еще раз Трейн однозначно Сильная сторона На этой карте КТ я имею ввиду Сторона КТ Ну и посмотрите Быстрый выход на открытую Быстренько Заливает Картинга 3G Продолжает разбираться С игроками команды 3D Max Но дальше Все очень плохо Легия Есть первый хэдшот Будет ли второй хэдшот от Легии Ну Пытается Легия По-прежнему остается Стопроцентно здоров При этом У 3D Max Два красных игрока Айзи И Глэйв Ну вот Где же ты? Это Глэйв Точно так же Контром законтрил Легию Легия Подобрал АКМ И постарается разыграть этот раунд Один против троих Не знает Я уверен Не знает О количестве хэлсбаров Команды 3D Max И просто идет На уверенности Легия Браво Какие проблемы? Ну вот чудом Все таки забирают Легию 4-3 3D Max Впервые в этом матче Выходят вперед Да Вот так поворот Вот так поворот Моуспортс По деньгам В принципе Можно было насобирать на форсбайн Но Не хотят парни рисковать Не хотят отдавать Больше пяти раундов в первой половине Для этого надо слить еще разок Слить еще разок И после этого закупиться На полную И уже потом Что-то предпринимать Итак Быстрый выход на закрытую От команды 3D Max Просто в аркаду забегают Дачане Райзер по твешку Врывается на верхнюю тизи Он перестреливает ЦЗшечки Забирает КМ Но граната Глейва моментально его разменивает Катт Кинг Попытка выйти В дымок Ну и посмотрите При том что Моуспортс Проводит раунд В экономике Уже находится 2 в 4 Ой-ой-ой По голове Пимпу попадает Легия Глейв забирает Катт Кинга 2 в 2 Но Крис Джей С АКМом в руках И будет Первый минус кончик Ну Вот Что тут можно сказать Крис Джей Ловит на ошибки Двоих игроков команды 3D Max И Моуспортс Берут экономически 4-4 Заруба Продолжается Без дефузов Тапсон разминировал поставленную бомбу И взял очередной раунд для команды Маус Вот так да Вот так дела Вот так Поворот Продолжают нешуточно рубиться команды Очередная закупка 3D Max На этой трассе у Моуспортс Полный бай Крис Джей доверил свою снайперскую винтовку Легии Не знаю вот С чем это связано Крис Джей остается с АКМом Ну и Давайте посмотрим Как будет Легия действовать со снайперской винтовкой Траус Есть Огун фраг забирает Катт Кинга Ну вот Все таки быстренько мы Пропустили Два минуса от команды 3D Max Крис Джей в дыму Должен заметить Кто же первый Да Первый Крис Джей все таки замечает Пимпа Айзи Минус тизя на закрытой Ну и 2 в 3 ситуация Легия с ВП Уже в десяточке Готов принимать Выход Команды 3D Max Так Ну что же можно сказать Айзи с бомбой На Верхниз Если не ошибаюсь Ждет С моря погоды Пока Ничего не происходит Не спешат никуда 3D Max Все делают правильно Хотят принять Единственное правильное решение Выйти На один из Проверенных плунтов На котором нет никакого укрепления От команды MoSports Итак Крис Джей В шаге от того чтобы забрать Ой-ой-ой Никого не видит Никого не видит Замечает ставящую бомбу игрока На пункте Забирает Айзи Каким же хедшотом Врубает просто Крис Джей и Айзи 2 в 2 Уже интересно Легия с ВП Хаешечка в окна Не попадает по Глэйву Если не ошибаюсь Нет Это был МСЛ Так Ну и вот Две позиции Ой-ой-ой МСЛ Отличный хедшот Забирает Крис Джей Знает где находится последний игрок А именно Легия Легия меняет свой девайс на АКМ Выбрасывает АВП и будет С автоматом калашник Продолжать этот раунд Но МСЛ не прощает 4-5 3D Max В очередной раз Вырываются вперед в этом матче Что с деньгами у команды MoSports 8400 у Крис Джей Да, это будет байк Крис Джей Покупает снайперскую винтовку И должен дать кому-то Из своих тиммейтов дроп Но Если у Крис Джей стоит Ну да Хотя купил ВВП легкий армор И кучу гранат Надо было покупать ВВП Быстренько давать дроп тиммейту И вот только потом тариться гранатами В итоге 3 ФМАСа 1 Снайпер Ну и 1 Кольт у Тапсона Вот такой вот арсенал девайсов Для команды MoSports в этом раунде И посмотрите что уже делают 3D Max Просто Ворвались в аркаду на закрытую Крис Джей Забирает МСЛ Мажет по еще одному сопернику Ну и остается при этом красный Ситуация 4 в 4 Гвейв минус Тапсон Крис Джей Второй минус в раунде Забирает Рауза Легия в спину Минус Гвейв Ну и дальше Что же будет дальше Красный Крис Джей Который также падает Ну и ситуация 2-1 Пимп Отличный хэдшот И 3D Max Все таки сумели Укрепить свое преимущество Заполучили 2 раунда разницы И при этом заставляет команду MoSports сливать 6-4 И это только начало В атаке 3D Max Серьезно настроены Взять больше 8 С таким вот Началом Сколько удастся им сделать Ну вот для этого Надо не отдать экономически Напомню Моу Спорт сумели взять Одно Благодаря отличным Хэдшотам От Крис Джей Да и вообще Крис Джей Пока единственный Кто старается Смотрим на статистику 16 на 8 При этом у ближайшего 7 фрагов Вот такая вот Атака Команды Моу Спортс Если Крис Джей убивает То убивает Команда Моу Спортс Если нет то Сори Ну вот пока Что-то в остальных Игра не особо идет Айзи подвавила Последнего тизина Наверх-низ Без потерь Берет эко-раунд Команда 3D Max И действительно Пока Датчане Выглядит Немного поувереннее Своих оппонентов Не показывает нам Команда Моу Спортс Какой-то Железобетонный Диффенс На карте Трейн Нет уверенных Раундов Нет Стопроцентной уверенности В том что Атака будет Намного лучше чем Диффенс Поэтому Моу Спортс пока Выглядит Действительно Не ахти МСЛ опять-таки же Опен фраг Забирает На зелени Поджимающего Кач скинга Кач скин скорее всего Под флешку Врывался МСЛ Если сделать еще один фраг Это будет гораздо лучше Чем он просто Где-то Проманкует Но Легия идет поджим И моментальный минус Забрал МСЛ А Глэйв разменял Ну и Тапсон Был тут как тут В итоге 3 в 3 ситуация Айзи Рауз и Пим Против Троих игроков команды Молл Спорта Именно Крис Джей Тапсон и Тизи Ну вот Крис Джей должен Подобрать на зелень Девайс С помощью флешечки Ну и смотрим В десяточки Так Крис Джей В Айзи Создает бомбу То было бы все по-другому В этом счет Минуса Это очень очень Минус 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 Происходящий Минус 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 Филидарный Эйз на эко Ну и теперь смотрим Что же придумают 3D-�ви Минус В Айзи Занятие закрытого пункта. Тизен проходит у нас на закрытую. Кардскин получил где-то гранатку под ноги. Все это происходит у Кардскинга на зелень. Тем временем Тизен не видит никого из оппонентов на верхней волне. Ну и куда же все-таки пойдут Моу Спортс? Как видим, не спешат никуда проходить немцы. Кардскинга будут оставлять на зелени. Будет играть роль замыкающего. Будет пытаться заходить в спину. И Моу Спортс потихонечку, потихонечку всем составом подтягивается на закрытый плент. Что происходит у нас на закрытой? Глейв и МСЛ. МСЛ. Вот такая вот позиция у Глейва. Вот такая. Моу Спортс без всякой раскидки. Просто под шифтом в дым выходит на морозе. Кто увидит первый? МСЛ. Замечает 3G. Глейв подстраховал тиммейта. Моментально забирает первого немца. Раус. Минус каждым на зелени. Все спокойно пока у команды 3D Max. Но при этом дают поставить немцам бомбу. И Глейв продолжает крушить Моузов в этом раунде. Забирает еще и Легию. Минус 2. Типа, Дизен. Один против пятерых. И просто идеальный раунд от команды 3D Max. При том, что выпустили на закрытую Моузспортс. При том, что дали поставить бомбу. Выбили просто бесподобно. 11.8. И 3D Max показывают всю серьезность своих намерений. Взяв первый оружейный за диффенс. Что же дальше будут делать мышки? Понимают, что надо им снайперская винтовка. Раз уж так тайтово играют 3D Max, ну, нужен-нужен снайпер. Но вот, видим, не покупает никто из игроков команды Моузспортс ВП. Вот остаются с автоматами Кавашника. Легия что-то готовит. Это дымок. Дымок на плент. Ну и быстрый выход наверх-вниз. Тапсон уже орудует. Забирает в дыму пимпа. Великолепный хэдшот от Тапсона. Немцы будут быстро ставить бомбу на закрытый. Раунд при этом забрал Легию. И теперь смотрим за выбиванием от команды 3D Max. Катскинг по традиции будет заходить в спину. И это очень-очень хороший танк для команды Моузспортс. Гвейв все-таки подловил Катскинга на зелени. Тизиан в дыму, как ежик в тумане. Кружится, вертится. Пытается найти кого-то из 3D Max. МСЛ забирает Тапсона. Криджей. Две 2 минус нет. Тизиан один против троих игроков команды 3D Max. Забирает Раузен. Но Айзи моментально разменивает своего тиммейта. И 3D Max дефузит поставленную бомбу. 11-9. Смотрим на статистику, что происходит по фрагам. Айзи. 19 на 13. 4 асиста. 51 очко. Вот так вот идет фраг-лидер команды 3D Max. У команды МОСПОРТС по очкам вырывается вперед Тизиан. 16 на 10. Но однозначно лидером является Крис Джей. 22 фрага, 14 смертей, 1 асист, 47 очей. Итак, очередной быстрый выход на открытую от команды МОСПОРТС. Тизиан моментально падает. Глэйв. Отличный хэчет из десяточки. Будут под флешки не давать МОУЗАМ заходить на открытую. Глэйв забирает еще и Тапсона. Падает также Легия. Кашкин единственный пока кто из команды МОСПОРТС сделал минус. Крис Джей под окнами постарается найти кого-то из 3D Max. Где Кашкин? Кашкин падает наверх-низ. Ну и Крис Джей. Один против четверых. Подловил раунда. Ну и дальше Пим просто без шансов. 11.10. И я уже потихонечку начинаю переживать за команду МОСПОРТС. Потому что после взятого пистолетного вообще никаких шансов на взятие раунда. Ну вот предыдущий раунд был более-менее такой скользкий. При счете 11.8. Вот когда брали девятые 3D Max. Были неплохие шансы вытащить. Был первый минус от Тапсона. Но дальше отличное выбивание от 3D Max. Вы раунд парня забрали именно в свою копилку. Так, что же будет у нас здесь? Глэйв. В очередной раз готов принимать эту закрытую Глэйв. Точнее, хорошо попадает по Тиззен. Ну и МСЛ моментально дает минус. Выход пойдет у нас на открытый раунд. Слушайте, я должен сыграть как Пинга. Ну вот, с горем пополам делает этот минус. Тапсона один против пятерых. Есть минус. Выграя Тайфер попадает по голове Пимпу. Но, но. Не хотят отдавать девайс от 3D Max. И играют очень аккуратно. 11-11. Счет равный. Все начинается сначала для команды Моу Спортс. После взятого пистолетного раунда в атаке парни ушли в отрыв. Но 3D Max буквально за считанные минуты сравняли счет и готовы вырваться вперед. Наконец-то у снайпера команды Моу Спортс появляется АВП. Крис Джей и его снайперская винтовка. Быстрый выход от команды Моу Спортс. Тапсон опять-таки забрывается в десятку. Но вроде бы это не быстрый выход. Три игрока команды Моу. Под выходом из десятки Крис Джей с ВП. Готовит какую-то флешечку. Лигия уже упал на зелени. Ну и как же будет выходить Тапсон и компания? Под окнами. Есть первый минус. Тапсон загорает Рауза. Теперь надо смотреть за Крис Джей. Именно он выпускал своих тиммейтов. Крис Джей минус пимп. Ну вот. Когда, если не сейчас, брать этот раунд? 4 в 3 ситуация. И Крис Джей все контролирует. Айзи в одиночку. Остается на бунте. Забирает качпинга. Есть второй минус. Падает Тапсон. Крис Джей будет и минус в ВП. Не попадает. Айзи просто бесподобно отыгрывает эту ситуацию. И Айзи есть четвертый минус в этом раунде. Оставшись один на открытом бунте против четверых игроков команды Моу Спортс. Айзи убил всех. Ему не понадобилась помощь. Никого-либо из тиммейтов он просто по одному разбирал мышек. Как кошка. Какая-то дикая кошка. По-другому не назовешь. Мышки просто один за другим выходили на прицел и падали, падали, падали. 12-11, 3D Max впереди в этом матче. У команды Моу Спортс экономический. Так, какое-то затишье перед бурей намечается. Моу Спортс готовы выходить на закрытую МСЛ. Все это дело будет принимать. Гвейб будет халпать своему тиммейту. Ну и смотрите, мышки кинули дым. Некуда они спешат выходить. Понимают, что может залететь куча гранат. Итак, начинается выход. Моментально коктейль молота под ноги мышкам. Ну и что же будет дальше? МСЛ падает. Гвейб спалил Тастона. Бомба по-прежнему не стоит. Моу Спортс подбирается. Притык Легия 1 на денешеник против 4 игроков. Ого-го-гошеньки. Вот так хэдшот залепивайзен открытым. Но 40 секунд до конца. Бомба валяется на закрытой. Девайс вот только сейчас поднимает Легия. И постарается 1 в 3 разыграть вот такую ситуацию. Но мне кажется, шансов у него ровно 0. Так, смотрим за позициями команды 3D Max. Под флешечку. Согнал Пимпа, но дальше раз выходит на помощь своему тиммейту и ставит точку в этом раунде. 13-11. 3D Max уже очень близки к победе. Всего лишь 3 раунда отделяет их от прохода в дальнейший этап лузерской сетки. Фраг Байтмастерса 2014 года. Ну и Мау Спортс не хотят прощаться с этим турниром и постараются изменить ход всего происходящего. Так, ну вот такой раунд мы уже видели. Под флешечку Крис Жей будет выпускать своих тиммейтов из десятки. Тапсон будет врываться под окна. Каш Скинг есть опен фраг. Забирает Айзи. Но вот неплохо начинается раунд для команды Мау Спортс. Молотов наверх-низ. Пошла флешечка. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Раул все-таки забрал Тапсона. Каш Скинг моментально разменял своего тиммейта. Ну и что же? Их 4 ситуация. Каш Скинг. Третий минус в этом раунде. Смотрим, что творит Каш Скин. Будет ли еще минусы Крис Жей? Забирает Глэйба. МСЛ. Один против четверых. И Легия ставит еще одну точку в этом раунде. 13-12 Мау Спортс продолжают бороться за сохранение интриги в этом матче. Проиграя этот раунд мышке, было бы ой-ой-ой, как плохо. На 15-й раунд команды Третий Макс играли бы экономически Мау Спортс, но этого не произошло. Благодаря великолепной стреле Каш Скинга, которая сделала 3 минуса. Это было 3 опен фрага. Каш Скинг. Герой. И МВП предыдущего раунда. Так, смотрим на карту, что происходит. Крис Жей. Попытка встретить кого-то на зелени. Тем временем Легия открывается наверх-низ. Забирает Пимпа. Продолжает действовать очень агрессивно. Забирает еще одного игрока команды Третий Макс. Не забирает Глэйва. В какой-то момент показалось, что у Глэйва нет шансов. Каш Скинг. Минус Ази. 3 в 4 бомба стоит на аппланте. Ой, непростое выбивание для команды Третий Макс. МСЛ. Забирает сверх-низ Тизина. Каш Скинг также падает. Глэйв. Минус Апсон. Один Крис Жей против троих. Забирает МСЛ. А бомба стоит по-прежнему. Не дефузят ее игроки команды Третий Макс. Ну и Рауст ставит точку в этом раунде. Как же так бездарно? Мыши разыгрывают поставленные бомбы. 4 в 3. Бомба стоит. Займите позиции. Просто саевого сыграйте. Но мыши падали один за другим. Крис Жей не понимал, что происходит вокруг. И остался один одинешник. 14 в 12. Очередная закупка от Моус Спортс. И парни в шаге от проигрыша на карте Трейн команде 3D Max. Так. Что-то серьезное задумали парни. Это быстрый выход на закрытую послешки. МСЛ врывается. Ну вот так агрессия. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Со второй попытки запрыгивает. И МСЛ. Есть первый минус. Забирает их щелька с Кинга. Ну великолепная стрельба от МСЛ. Развалил просто двоих игроков команды Моус Спортс. И продолжается выход на закрытую. Но просто на морозе Тапсон выбегал один. Тиммейты не страховали. Пимп забирает Крижея. Легия один против четверых. И это ничья для команды 3D Max. Безобразный раунд от команды Моус Спортс. Непонятно зачем пошли в дым. Плохо разменяли первого павшего тиммейта. После чего непонятно зачем выбежал Тапсон. Ну просто безобразие. В итоге Легия с бомбой в руках. 50 секунд на все про все. Надо убить троих. Поставить бомбу. Или просто поставить бомбу и убить четверых. Или просто убить четверых. Что-то надо сделать Легии, чтобы предотвратить взятие 15-го очка для команды 3D Max. Но по-моему это неизбежно. Легия спалил свою позицию наверх-вниз. Не спешат стягиваться сюда 3D Max. Один игрок остается на закрытый. Легия минус раунд. Но Айзи вешает хэдшот. Три матчпоинта для команды 3D Max. И парни готовы попрощаться с командой Моус Спортс. И отправить их на заслуженный отдых. Так, что же у нас будет здесь интересного? Смотрим на карту. Каш Скинг и Тапс на зелень. Легия Крис Джей на верх-вниз. Нет, это десяточка. А вот Тизин контролирует поджим закрытый. Ну вот ожидается в первую очередь агрессия сейчас от команды 3D Max. Но датчане понимают, что не надо им никуда спешить. Легия на морозе выходит в дым. Получает без шансов в голову Айзи. И по-моему Моус Спортс не знают за счет чего можно победить в этом матче. Каш Скинг. Как же так? Ралс должен был забирать слепого Каш Скинга. Но просто притык. Разрядил в него обойму и не попал. Практически не патрона. Но всего лишь 50 дэмэджов слепого игрока команды Моус Спортс это очень-очень мало. Что будет происходить дальше? Крис Джей спалил свою позицию в десятке. Тизин продолжает по-прежнему контролировать поджимы команды 3D Max. Он не понимает, что не пойдут сюда. Датчане. Каш Скинг по-флэкски. Выход на закрытую. Посмотрите, переворот намечается. 3 в 3 ситуация. МСЛ, Пимп и Глэйв против Тапсона, Тизина и Крис Джей. Глэйв. Ну, просто великолепно отыгрывает первую половину Глэйв. Смотрим на статистику. 26 на 14. Айзи 28 на 19. Вот так выглядят лидеры команды Моус Спортс. Точнее, команды 3D Max. С командой Моус Спортс мы уже прощаемся. Парни отправляются на заслуженный отдых, а 3D Max будут бороться дальше. Надо посмотреть, на кого выходят парни. Надеюсь, к следующему матчу я эту информацию проясню. Напомню, следующая встреча будет последней. Но это будет BO3 Virtus.pro против команды Klan Mystic. Далеко не разбегайтесь. Я скоро вернусь. И у нас рекламная пауза.